Всем привет! Вы на канале ОМЗАП. Сегодня у нас вот такой замечательный автомобиль Санта-Фе 2014 год выпуска. Дизель. Проблема в датчике коленвала, скажу сразу. Вот так он выглядит. Почему его меняет и как он проявляется? То есть бывает, что автомобиль начинает по непонятным причинам глохнуть, либо не запускаться, либо долго запускаться. При этом никаких ошибок в общем-то не высвечивается. И по параметрам, по компьютерной диагностике в общем-то все все четко. Но это неисправность, то есть такая плавающая она бывает. Может там несколько раз за день проявиться, а может там в течение месяца ни разу и не показать себя. И вот как правило 99 процентов случаев это виновник датчик коленвала. То есть у него там трескается, микротрещины появляются и в какие-то моменты пропадает у него сигнал. И из-за этого двигатель глохнет. Сейчас покажем в общем-то как его менять. Стоит он, мягко говоря, в неудобном месте. Не знаю, самостоятельно полезете вы туда или нет, но в общем-то будет, наверное, интересно в любом случае. Для начала нужно снять воздуховод, снять аккумулятор, снять вот этот патрубок. Вот. И сейчас я это все сниму и покажу, что нужно дальше еще снимать. Появился доступ к болтам старча. Вот они здесь находятся. Вот здесь один. Вот здесь. А вот второй. Это, ну, в общем-то, на заводе так называемая отрывная шляпка. Она здесь еще идет головка. И на заводе при определенном моменте, то есть когда они затягивают, эта шляпка открывается и остается вот такой вот грибок, который, блин, потом хрен снимешь, чем все. А под этим шляпкой вот они грани. Уже под нормальную головку. Просто некоторые не знают и крутят за эту фигню там таскогубцами, чем попало. Так, теперь здесь тоже вот одна еще осталась. Так, открутим это тоже по тому, чтобы немножко было больше места. Теперь наша задача крутить эти болты старча. Вот так вот. Надо пропихнуть туда пистолет. Он залезет, он должен залезть туда. Интересно, но ничего не понятно. Интересно, но непонятно. откручивается нижний болт. Вот. Саду мазу в действии. Ну да. Вот он наш первый болт. Здесь еще тебе повезло, что все-таки достаточно чистенько ухоженная машина. Ну да. Но мне не повезло, что он еще не остыл. Сейчас у меня все руки будут обожженные. Так, ну вторую попроще. Вот. И еще самое интересное. Там, блин, есть две клипсы. Вот они, две клипсы. Вот это верхняя клипса. Вот здесь ее видно. Вот она. То есть ее, в принципе, удобненько снимать. Это ее, ну отсюда ее не видно, а там уже ближе к блоку уходит. И вот ее снять бывает очень проблематично. Бывает везет, когда уже эти клипсы, ну уже пересохшие, они просто легко отламываются. А когда, ну, машина более-менее свежая, блин, и подлезть там, чтоб ее выковырять оттуда. Блин, бывает, уходит очень много времени, нервов. Вот. Ну, надеюсь, повезет. Сорвал. Это как этот. Ну, мема типа. Баба типа. Деда так научился использовать пальцы, блин. Вот там фотка там где-то, знаешь, как гаечку кто-то где-то наживляет там. Так, по-моему, все, я его открутил. Вот он. Да. Вот он. Вот он. Фух. Это было больно. Так, визуально по ним ничего не видно. Но, как правило, там микротрещинки есть. И уже сам контакт пропадает. Шестигранчик здесь на 5. Теперь пойдемте покажу, где он находится именно уже наглядно. Потому что, блин, камера туда не залезешь на машине, чтобы показать. Итак, вот у нас, вот у нас точно такой же двигатель. Ну, это двухлитровый, но, как бы, блок, ну, все одно и то же. И вот он, где у нас находится. То есть здесь стоит такая вот заглушечка, ну, как пыльчик одетый. Вот. Вот так вот. Вот эта клипсочка, которая проблематично снимается. Она вот крепится здесь к теплообменнику. Все достается. И, блин, собирается все в обратном порядке. Ну, конечно, собирать немножко посложнее, потому что сложно попасть в этот болт. Наживить его. Потому что все это делается, ну, на ощупь. То есть туда в зеркальце какое-то ссувать тоже не особо, не особо удобно. Вот. И еще такой момент, что машина, блин, горячая. Тоже руки все уже обожженные. Наверное, пойду ее немножко перекурю. Пусть она чуть-чуть подостынет. И уже тогда буду вставлять его. Датчик у нас уже установлен новый. Все собрано. Вот. Сейчас он еще не запускался. Сейчас надо будет сделать пробный запуск, чтобы убедиться, что я не забыл, что все подключить, как бы все собрать. И по итогу что у нас? Один час работы. Две, он, поцарапанные, обожженные руки. С десяток, вон, ключей, головок. И все это ради всего лишь одного датчика. Автомобиль запускается. Все, без проблем. Значит, замена датчика прошла успешно, штатно. Так сказать. Подписывайтесь на наш канал, на наши соцсети. Приезжайте на обслуживание, на ремонт. Звоните нашим менеджерам. Консультируйтесь у них. Они ответят на ваши все вопросы, пожелания. А также сориентируют вас по ценам, актуальным ценам на ремонт и запчасти. На этом все. Всем удачи. Всем пока. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok